дорогие друзья приветствую вас на своем канале сегодня я делаю тертый пирог потому как у нас сезон фруктов различных но сегодня мне захотелось выбрать такой чудесный абрикос и с ними сделаю тертый пирог для этого пирога нам понадобится заранее 3 стакана просеянной муки обязательно просеянной чтобы меньше было воздуха от этого тоже очень зависит наша рассыпчатость тертого нашего пирога потом ребята 250 грамм сливочного масла у меня здесь одна упаковка на я ее достал с морозки но она вот такая вот видите то есть это не масло но она режется это очень хорошо чтобы у нас потом с яйцом хорошо масло смешалось здесь 200 грамм и вот я еще добавлю 50 грамм и того у нас получится 250 грамм сливочного масла 3 яйца яйцо нам нужно будет отделить желток от белка и нам понадобится только ли желток стакан сахара где-то чуть чуть меньше чем половиной чайной ложки соли сода также чуть чуть меньше чем пол чайной ложки и соду мы погасим уксусом 9 процентным но на данном этапе пожалуй пока и все итак нам нужно сейчас отделить желтки от белков чем не займемся так ребята и еще на яйцо мне отделить что-то плохо разбилось отлично белочек убираем так ребята берем кого какой есть миксер у меня миксер вот видите такого нету отдельно вот от блендера вот такой миксер вот я его буду использовать сейчас попробуем насколько так сразу добиваем желточки я продолжу так ребята и постепенно добавляю желточком наш сахарочек вот так чуть его до конца на сеном сахар не растворится в желтках но тем не менее мы должны соединить еще чуточку и последний сахар очек все я продолжу ребятки вернусь так друзья желток с сахаром я взбил ну как сбилась теперь постепенно сюда я буду добавлять наше масло сливочное то есть поскольку у меня не мощный миксер я вот так по несколько кусочков это попробую если он не потянет мне придется все это придавить вилкой вручную но попробуем что с этого получится так ребята ну как вам сказать худо-бедно масло растворяется не знаю до конца вы понимаете я мог бы конечно ну сделать скажем так более мягким масло сливочное но этого не стоит делать потому как вот более такое холодненькое масло оно хорошо соединяется желтками понимаете вот из-за этого как-то вся засада у меня но тем не менее был стараться буду стараться если не получится сделаю конечно до конца видите худо-бедно но получается поэтому то есть я сейчас все масло попытаюсь сбить и снова вернусь к вам ребята хочу сказать у меня получается все таки сбивать под таким способом а то я уже думал знаете масло взял взять и натереть на терке даже можно так было бы но поскольку она у меня все-таки взбивается это хорошо то есть мне не надо мучиться тем более это масло уже порезал видите его с морозки был достал и что-то она немножко отмякла его порезал если бы надо было делать на терке то конечно удобнее как бы цельным куском да ну поэтому то есть до сбивая вот таким образом вот такое у нас ребята вот такая получала получилась масса но если у кого нету дома миксера вообще никакого то конечно лучше масло это холодненькая протрите на терке и будьте вымешивать там вилкой ну как-то выбирайте способ чтобы для вас было удобно все мне пока венчик уже не понадобится вообще-то он бы нужен был бы но этот венчик уже тесто не потянет поэтому тесто я буду вымешивать час вручную миксер отключаю и теперь вот эту массу вот так ребята с этой вот муки я немножко возьму на стол потому как нужно нам будут обваливать здесь на столе тесто поэтому я две ложечки вот так отложу и так взбитое масло сахар и я желтки я высыпаю в муку соду погашаю уксусом сюда же высыпаем нашу соль все теперь наша задача хорошенечко это все вымесить конечно был бы миксер было бы лучше на все ребята я вымешиваю и вернусь посмотрите что у меня получилось ребята такая получается песочка на ведь она меня уже скаталась комком ребята вот такое получилось у нас тесто что теперь мы это тесто обваляем в этой муки если она будет еще может быть ложка муки понадобится то есть тесто должно практически к рукам не браться видите к столу уже не берется то есть нормально вот так вот чуть-чуть совсем подцеплю ну так сверху пусть она немножко бокалки и и эту часть не нужно разделить этот кусок на две части то есть нижняя часть у нас будут потолще корж поэтому больше а другая меньше сверху да поэтому где-то вот так вот делаем вот так большая часть видите не берется катается нормально все приготовим пакеты вот так вот так ребята теперь берем нашу форму форму смотрите какая вам надо у меня есть поменьше но я взял побольше чтоб перо был побольше налил сюда подсолнечного масла и формочку хорошо этим маслом нужно смазать тем более меня бортики формы пористые и тут надо хорошенечко их смазать чтоб наш пирог не пристал не знаю может быть можно и сливочным маслом мне кажется что сливочное масло будет приставать все это теперь по поводу теста тесто у меня конечно вот постояла на ровно два часа но такое чуть мягковато это ну как бы плохо дан у меня времени нету ждать в идеале лучше бы оставить было до утра ну ладно ставлю прям сюда терочку и на терочку так натираю наше тесто видите что получается как сыру твердый все сейчас перетру и вернусь так тесто мы натерли видите она немножко мягко мягко из-за того что не должно такого быть надо было его хорошенечко заморозить туда было бы классно но будем пытаться надо равномерно его разровнять по поверхности если вы делаете то зимой и зимой у вас повидло вы обязательно бортики делайте потому что у вас повидло но все равно старайтесь такое знаете повидло выбирать кусочка не жидкая чтобы она не забивала именно тесто потому что прикол сам лишь в тесте чтобы у нас она была песочная знаете на вкус она рассыпалась то есть неудобно видите не очень удобно потому как немножко я так постараюсь ровненько сделать ну как то так теперь выложу свою красоту под названием абрикос я абрикоски помыл и вот так пополам каждую дольку пополам еще прорезу ну чтоб они потоньше были сейчас вернусь так все украсил теперь мне надо верхний слой быстренько быстренько натереть ребята меня духовка уже поставила его на разогрев на 180 градусов вот и пирог у нас будут запекаться где-то в районе минут 20 я думаю но все равно уже там минут 10-15 посматривайте у кого какая духовка знаете чтобы вас не пригорел если будете видеть что он уже там такой сверху поджаристый можно духовку будет меньше сделать но минут 20 он должен выпекаться как минимум видеть немножко забитая конечно такого не должно быть но у меня вот такое вот видите тесто плохо замерзла плохо замерзла поэтому так вот но еще когда натираете просто тоже не надо полную видите меня лучше получается когда вы полную терку уже набили она сбилась там и она будет куском эти поэтому так по половинке натерли натерли вот видите так хорошо так лучше но если бы она была замерзшая было бы вообще идеально конечно а так его тяжело даже формировать так по поверхности чтобы она была все равномерно как хочется красиво видите последний кусочек вообще в руках разогрелся мягкие ну все ребятки это а то все ребята ставлю духовку на 20 минут и вернусь к вам уже с красотой надеюсь вкусной и красивой ожидаем ребята вот такой вот пирог вышел 25 минут у меня все-таки стояла по краям где абрикос немножко видите как бы подгорел а так все отлично сейчас его немножко украшу сахарной пудрой вот такой вот а теперь разрежем и посмотрим в разрезе что получилось вот такая красота получилась видите делайте с любыми фруктами которые у нас есть вот такой пирог вкусненький все всем хорошего настроения и до скорых встреч пока пока а там Продолжение следует...